Лето 2020 года выдалось для всего мира необычным. Дело в эпидемии ковида. В обведенных ограничениях, в невозможности поехать куда-то далеко. Как провели это лето ульяновцы? Давайте спросим об этом у прохожих. Это лето особенное для всей страны, для всего мира. Вот чем оно запомнится вам? Ну, походу в детский сад, ребенка, наверное. Переездом в этот город, приехать из другого региона сюда. Вот и все, наверное. Во-первых, урожай очень плохой. Все такое. Сады, огороды. Это очень прям было. Огурцы в этот год не выросли. Ну и все такое. И холодно. То жара, то холодно. Не поймешь чего. Лето мы все время на даче. Поэтому здесь редко бываем. А потом смотришь программы, там наводнение, там нас пока это обходят. Фу-фу-фу. Поэтому особо ничего такого. Это напряженная обстановка. Вот этим вот и запомнилось. Мы так с внучкой оформляем альбом. Наше коронавирусное лето. Какие у нас были развлечения? Почти никаких тут развлечений. Сюда нельзя, сюда нельзя. Вот только вот ходили по паркам, которые открылись. У меня турпоездка в круиз. Я не поехал. Ну то, что рабочие места кто-то потерял, это уже минус семья. Материально многие пострадали. Работу многие потеряли. Как на слуху, как говорится. Ну вот. Ну я потерял, в частности, сколько там. Вот. Так что чем? И непонятно, что это было. Дождезоболевание, вот этот вот коронавирус. Папа у меня переболел. Вот, недавно только выписали. Вот. Ну так ничего особенного. Лето, как лето. Ха-ха-ха, коронавирус. Проболел. Я как-то оптимистично отношусь к этим коронавирусам. Кому, говорит, сколько суждено. Лето было прекрасно. Я все лето была на даче. Вот. Это очень хорошо. Ну и больше что я вам скажу. С внучатами сижу. С пронвучатами. Не знаю. Наверное, экзаменами, которые перенеслись на середину лета. И невозможностью поехать в детский лагерь, работать вожатой. Я прям очень сильно расстроилась из-за этого. А вообще, оно было таким, знаете, спокойным, как подушка безопасности. То есть ты успокоился, принял парочку решений для себя и продолжил жить дальше. Чем запомнилось? Ну, запомнилось тем, что у меня не получилось, собственно, поехать куда-то отдыхать. Я обычно каждый год езжу на море, например. А здесь не получилось это сделать. Но, правда, получилось съездить все-таки в Башкирию на сплав. Поэтому хоть три дня у меня, в общем-то, вышло отдохнуть немного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова